Макияж для широко посаженных глаз, а также для лица сердцевидной формы. И сегодня в гостях у нас Юлия. Следите за нами! В моделировании лица необходимо выровнять тон и смоделировать его. Так как это лицо имеет сердцевидную форму, то вы можете наблюдать такой некий нарост немножко на лоб волос. Для того, чтобы смоделировать эту форму, нужно затемнить боковые зоны лба. Очень аккуратно, не урезав высоту лба, потому что высота лба здесь невысокая. Коррекцией на осветление необходимо осветлить внутренний уголочек глаза, где проходит венка. Для этого мы будем использовать корректоры жирные, помогать пудрой. А также носогубные складочки, немножко опущенные уголочки рта, буквально там легкая тень. Ее нужно будет осветлить, но уже сухими средствами по пудре. Также осветлению подвержена вот такая зона, которая находится под бровью. Под мышцей, которая поднимает и опускает бровь. Вот эта зона, она имеет углубление, также его необходимо осветлить. В большей степени сухими средствами, но если не будет справляться сухое средство, можно жирными, это корректором, и помочь сухими. И при макияже глаз ни в коем случае не попасть туда темным цветом. То есть слегка дотянуть, чтобы не... Если цвет темный попадет в эту зону, то будет жесткая полоса, и в принципе это будет непрофессионально. И еще осветлению подвержена височная зона, так как она слегка заужена. И, собственно, скажем так, такая сердцевидная форма, немножко срамбовидная смешана, потому как широкая зона в области скулы находится, и скулу необходимо будет темнить, а зону, которая идет вверх сразу на заужение, необходимо будет светлить. Зона неподвижная, можно как жирными, так и сухими средствами. А также смоделируем носик, направим коррекцию его на осветление в большей степени, но и на затемнение тоже немного. И еще мы выполним самую выигрышную схему макияжа глаз, это смоки, но выберем его именно тот смоки, который подходит именно этому лицу и этим глазам. Сразу я наношу тональный крем и над бровью, потому что сейчас я буду параллельно с глазами рисовать и брови, потому что здесь необходима совершенно новая линия. И, в принципе, я буду начинать макияж глаз с макияжа бровей, потому как это такая единая зона, но иногда можно чередовать, в данном случае здесь только с макияжа бровей нужно начать. Потому что от бровей будет наша точка отсчета в правильном подборе правильной схемы. Если вам нравится результат, тогда вы берете пудру в руки, она должна быть чуть светлее основного тона лица, и начинайте фиксировать результат и тем самым осветлять центральную часть. Макияжи глаз мы будем приближать цвет темный ближе к переносице, но пока эта зона осветляется, потому что это является моделированием лица больше, а не моделированием глаз. То есть эта подложка должна существовать. В макияже бровей я буду использовать коричневый цвет, такой нейтральный, создавать такую легкую дымку, как подложку, для того, чтобы поверх нее нанести волоски. Вы помните, что я люблю волосковую методику, поэтому я соединяю пудровую с волосковой чаще всего. И это будет начальным этапом в моделировании бровей. А волосковую технику я потом применю уже после макияжа глаз, чтобы ее не смазать в процессе работы, потому что я могу дотрагиваться до лица и где-то смазывать. В первую очередь я хочу бровям поменять форму и приподнять наивысшую точку. Я хочу напомнить, что бровь должна начинаться от точки пирсинга. Немножко, чуть-чуть я буду сближать их, для того, чтобы и широкой посадке глаз тоже помочь. А также от этой точки начала уже будет понятно, где будет наивысшая точка, потому что если я начну с высшей точки, а потом мне нужно будет тянуть ближе бровь, то точка у нас где-то окажется на виске. Потом начинаем с начала брови легкими движениями, буквально чуть-чуть. И я немножко расширяюсь, потому что как сейчас тренд, такая широкая бровь, я так умеренно до самых широких зон. Первый этап оформления бровей, в принципе, я закончила. Я нарисовала линию, уже детали я буду дорабатывать после макияжа глаз. Итак, я начинаю макияж глаз. И для естественного красивого лица, не красивого макияжа, а красивого лица, я буду использовать коричневые тени. И, конечно, начну с самого светлого цвета, светло-коричневого. Первое прикосновение я буду делать над последней ресничкой. В макияже глаз я не буду выводить далеко темный цвет, где-то в этой области я и буду заканчивать макияж. Весь цвет буду концентрировать чуть ближе к центру лица. Я смело завожу во внутренний уголочек цвет. Поэтому будете смотреть. Это тоже может быть абсолютно разных, много широко посаженных глаз. Где-то там, это может быть углубление, или это может быть выступ. Будете смотреть, что если это глубоко, то слишком сильно не темните. Если это как бы нет такого рельефа, как у европейского типа, то вы можете смелее заводить. Если, например, это как азиатский тип. Здесь у азиатского, например, не будет такого вот углубления, ну или явно выраженного. Потому что там точно смелее можно проделывать такую процедуру, как я только что проделывала. Следующий цвет я буду использовать темно-коричневый. И скажу, что его можно начать наносить с подвижного века, используя плоскую кисть. Первое прикосновение у последней реснички скользящими движениями. Схема от светлого к темному здесь ни в коем случае не должна применяться, потому что от светлого к темному еще создает такое осветление внутреннего уголочка. Тогда темным цветом мы вообще посадим глазки на висок. Это категорически нельзя. Закрывайте глазки. И я начинаю наносить плотно коричневый цвет, входить вот в эту рамочку. Я начинаю наносить плотно. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Привет! Я Татьяна Бойко. Вот уже 21 год я занимаюсь красотой и макияжем. У меня авторская школа макияжа и салон красоты. Я знаю, как важно женщине выглядеть на все 100 и быть уверенной. Мы часто жертвуем своей красотой, поддаваясь обстоятельствам и обязательствам. Подготовить мужа на работу, детей в садик, в школу. Подготовить завтрак и быстро убежать на свою работу. Заниматься бытом и самостоятельно решать все вопросы. Домашние обязанности, поддержка близких. Поддаваясь лению и желанию посмотреть очередную серию. А еще бизнес, работа, суета, проблемы. Как в таком потоке выглядит шикарно и неотразимо. Как научиться быть ухоженными и с безупречным макияжем, когда на это совсем не хватает времени. Просто принять решение. Научиться красивому макияжу за 5 минут. Да, это реально. Я запускаю свой эксклюзивный экспресс-курс «Безупречный макияж за 5 минут». На курсе вас ждут 6 обучающих уроков, 5 практических заданий. Обучение в группе с единомышленниками. Разбор заданий с Татьяной Бойко в чате. А главное, по итогам курса вы сможете всего за 5 минут в день создавать легкий дневной и вечерний на выход макияж на основе грамотного моделирования лица и самого выигрышного макияжа «Смоки Айз». И, конечно, вы сможете быть независимым от визажиста. Присоединяйтесь, я жду вас на своем экспресс-курсе. Следующий этап – это нанесение черного цвета. Макияж Чтобы макияж сделать более выразительным, можно применить аквагрим. И тоненькую кисть. Здесь очень-очень легко, очень натурально нужно навести эту линию, потому как помните, что высота подвижного века должна поделиться напополам. И вот нижняя половинка должна затемниться. Я прокрашиваю реснички. Причем в большей степени я буду задавать им направление не в стороны, чтобы опять не увести глаза в стороны, а наоборот вверх. Даже в некоторых случаях можно ближе к переносице. Закрываете глазки. Задаю направление у корешка. Сейчас я хочу завершить оформление бровей и создать эффект волосков. По напудренному такому эффекту я буду прорисовывать волоски при помощи аквагрима и воды. Продолжение следует... Теперь я приступаю к выравниванию тона и моделированию лица. Начинаю с тонального крема. Выдавливаю его немножко на ладошку. Всегда нанести корректор можно легко и просто, как это делают очень часто почти в интернете. И быстро все загримировать. Но на самом деле искусство макияжа состоит в том, чтобы нанести его так, чтобы не было видно, что он нанесен. И была скрыта какая-либо проблема. Плотность корректора в разных местах будет абсолютно разная. Все согласно проблемам. И помните, есть проблемы решаем, нет проблем, не трогаем вообще. Поэтому первым делом необходимо... Я вижу, сразу мне прыщик бросается в глаза. И слегка, в принципе, розовый подбородок. Вот я на розовый подбородок наношу тонким слоем корректор. Хотя даже если бы я его нанесла более плотно, его не было бы заметно, потому что зона неподвижная. Никаких складочек там не будет создаваться и не будет заметно, что там нанесено плотно. Помните, что нос и подбородок это выступающие зоны. И, собственно, они очень быстро могут вытираться. Поэтому можете здесь чуть-чуть уплотниться. И второй этап. Вот к прыщику я подкрадываюсь постепенно. Я в него окунула цвет. Чуть-чуть краевую этой кляксы подтянула, как солнышко. Растянула. Где-то опять вернулась. Может быть, так слегка прошлась. Вот. И если вы еще не загримировали его до конца, берите тоненькую кисть. И наносите цвет в эпицентр прыщика. И так с каждым. Но я скажу, что я стараюсь сначала поработать широкой кистью. А потом уже безымянным пальчиком. А потом уже ювелирной кисточкой уже по всем зонам пройтись. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Если вам понравился наш видео урок, ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами была Юлия и Татьяна.